Я пришла в Reflame, у меня такое очень интересное, да, история в плане того, что она необычная, она не такая, как у всех. Хотя почти у всех, конечно же, разные-разные истории, но все равно наша история чем-то похожа. И причина, к которой я пришла, она очень похожа на многие другие причины. Но я пришла не через Англию. Останете, я попала в компанию Reflame совершенно не через нашу страну, через Англию. Я была по профессии преподавателем английского языка. И когда была победителем конкурса «Учитель года», наша Волгоградская администрация отправила меня учиться в Оксарский университет. И я жила в английской семье, где все пользовались серией алоэ от Reflame. Вот так я первый раз попробовала косметику, мне очень понравилась Reflame косметика, мне очень понравилась, и я решила, что я обязательно буду ее приобретать. Когда я вернулась в Россию, почему я не купила в Англии, там очень все дорого. В Англии на тот момент косметика стоила в 4,5 раза дороже, чем в России. Я потом сразу спросила, а почему у нас такие цены, доступные цены для нас, это доступные цены, да. Мне очень понравилась косметика, мы часто иногда ориентируемся на цены, да. То есть мы купили крем там за 3 тысячи, мы говорим, вау, какой он классный. На самом деле вы все прекрасно знаете, да, процесс, вы прекрасно знаете процесс, как доставки, да, от производителя до магазина. Поэтому понятно, что ориентироваться на цены мы просто не можем. Итак, я решила, что я буду покупать в России, там очень все дорого. И когда я вернулась, я сразу спросила, почему в России цена доступная. Мне сказали, что это политика компании Reflame. В тех странах, где высокие зарплаты, чуть-чуть завышается цена, чтобы для тех стран, где не очень высокие зарплаты, такие как у нас в России или в странах СНГ, да, была возможность делать вот такие доступные цены. Поэтому Reflame Россия – это качество по доступной цене, качество. И я начала здесь приобретать косметику. Мне предложили оформить, ну сейчас мы все это говорим, дисконтную карту, да, на тот момент мне просто предложили покупать со скидкой, экономить. Я согласилась, я сказала, здорово, хочу. И я стала покупателем в компании Reflame, таким вид покупателем, как многие говорят, да, или дисконтным партнером в компании Reflame. Мне это очень нравилось, поэтому, если говорить о причинах прихода в Reflame, первая причина – это все-таки красота, да, то есть мне понравилось. Я хотела отлично выглядеть и чувствовать себя превосходно, да, вот это первая возможность, которую дает компания. Про деньги я не думала. Я вообще-то не точно не думала из детства, мы все думаем про деньги, но я думала, что показывать, ну, работать и зарабатывать деньги в Reflame – это надо бегать с каталогами. Скажите, кто так думал? Или думает сейчас, или думает раньше? Есть такие, кто раньше думал? Вот я тоже так думала, поэтому я сразу сказала, человек, который меня регистрировал в Reflame, это сейчас исполнительный директор в компании Талиева Светлана Нижний Новгород. Тогда она была директором, и она мне начала, хотел рассказать, как можно в Reflame получать деньги. Я сказала, нет, меня это не интересует. Я учитель, у меня много репетиторства, я буду делать то, что я умею делать, я никогда не буду показывать каталоги. То есть я сразу сказала, я для себя. Но мне понравилась еще одна очень такая причина, такая очень важная вещь, которая мне очень понравилась, это, знаете, обучаться в Reflame. Дело в том, что я была учителем, и мне было интересно какие-то занятия для своих, для своих девчонок в классе проводить, да? Как мастер-классы, как правильно там краситься, как ухаживать за лицом. И я стала проходить обучение. И вот я очень интересно подошла к деньгам. Случилось это в Москве. Я была по своим делам и в сервисном центре по каким-то там, ну, увидела сервисный центр Reflame. Знаете, кто когда-то в Лужниках был на рынке? Вот были такие люди, да, приезжали, там такой был рынок, сейчас, по-моему, уже куда-то перенесли. И мы туда приезжали, если было свободное время, сразу туда. Кстати, я такая, выхожу, смотрю, справа Reflame, такая надпись. Ничего себе, раньше сколько ходила, не обращала внимания. А тут вот уже в Reflame, да, для себя зарегистрировалась, увидела Reflame, думаю, а вдруг там какое-то обучение есть. Я туда зашла, смотрю, правда, через полчаса будет занятие по продукции, решила остаться. Это был январь месяц. Хожу вот так вот, смотрю, что народ делает. Две женщины стоят. Одна, другая говорит, ну, как у тебя каталог? Вот, конечно, уши устопырила и слушаю, что они там говорят. А так говорит, да, что ты не очень такой плохой каталог, 67 тысяч всего получила. Я так вот шла мимо, раз и остановилась. И вторая говорит, да, у меня чуть побольше, но тоже не очень. Я так мимо вот так прохожу, смотрю девушки, прохожу к девушкам, говорю, девочки, а вы не знаете, вот не скажете, кто там такие стоят, показывая на них. Они повернулись, говорят, да, и какие-то директора, они еще какое-то слово сказали перед директором, какие-то директора, я не запомнила, какие, запомнила какие-то директора. Я к ним подхожу и говорю, скажите, а вы что в Reflame делаете? И одна женщина поворачивается и так очень умно мне отвечает. Мы бизнесом занимаемся. Ну, вот знаете, я не знаю, кто, ну, какую точную формулировку, но давайте так, бизнес – это продвижение товаров или услуг на рынок, согласны? Да. Вот, ну, продвижение товаров и услуг, в моем понятии было продажа, согласны? Да, поэтому у меня, может, там вопрос, он был нормальный вопрос, я говорю, что продаете? И на это вторая женщина с еще более умным видом мне говорит, девушка, если бы мы продавали, у нас бы времени не было бизнесом заниматься. Кто что понял? Я ничего не поняла. Я приехала домой, мне, знаете, я же умная, как это я же, не могу дальше спрашивать. Я приехала домой, хожу к ему супругу, говорю, Женя, представляешь, там народ в плохой каталог 67 тысяч получает. Вот понимаете, для сравнения, это было 13 лет назад, уже 14, да, для сравнения, это, я была в школе работала, у меня где-то около 3 тысяч было в моей зарплатах, да, для сравнения. И я говорю, представляешь, там народ в плохой каталог 67 тысяч получает. Ну, Женя так же, как и я, такой сразу вопрос, а что они делают? И я так умно, бизнесом занимаюсь. Ну, я-то думала, он меня спросит, что это такое, мы сейчас узнавать начнем, да, вместе. А он мне так поворачивается и говорит, а ты чего не занимаешься? Ну, собственно, с этого момента, с его подачи, я подумала, а я чего не занимаюсь? А я вообще, в принципе, что, хуже, да, почему я не занимаюсь? Я начала узнавать, и, кстати, первый человек, которого я узнала, это Валентина Чернявская. Спасибо ей огромное, потому что тогда она уже была, вышла на уровень директора, открыла 21%. Я пришла к ней в офис и говорю, Валя, давай рассказывай, что ты такое умеешь делать, что я смогу сделать я. Хотя этот человек совсем не в моей структуре, да, ну, как бы, я умею в структуре. И вот, в общем-то, где-то по крупинке у Вали, у кого-то еще, там, еще что-то, да. Я позвонила своему спонсору в Нижний Новгород и говорю, Светлана, вообще, ты чего, мне ничего не рассказывал про бизнес? Она говорит, ну, ты вообще не слушала. Я говорю, как это я, ты, если бы мне это рассказала, я бы, наверное, захотела. В общем-то, я начала все это узнавать, Евгений перечитал весь журнал «План успеха». В общем-то, с этого момента началось наше движение, да. И вот сейчас, подходя к нашей теме, и говоря, почему именно эта тема, и почему я с этим, с этой темой, я хотела бы вам показать сейчас историю именно роста, когда мы начали, ну, зарегистрировались в октябре, где-то начали движение конкретное, это, естественно, вот в январе, когда я первый раз побывала в сервисном центре московском, это был январь 99-й год, когда я вернулась, вот это все, я, да, процессы закрутился, завертелся, и, получается, в конце года уже, да, в начале года мы начали работать, в конце года мы открываем звание директора, закрываем его, и где-то уже через год становимся золотыми директорами. Вот, посмотрите, пожалуйста, если говорить на историю роста, то вы увидите, мы там специально сделали такой пробел. Я хотела бы специально вам показать, да, что был период, когда мы очень долго были на уровне золотой директор. И вот, когда мы начали расти, очень многие люди начинают, естественно, стали спрашивать, причины роста, почему стали расти, то есть долго, ну, вы посчитайте, да, там больше 5 лет мы сидели на уровне золотой директор, и, естественно, сразу вопрос, а почему же вы стали расти, почему, какие, при чем причины роста. Я всегда говорю, что у нас две основные причины роста, две. И первая причина роста – это системная работа, это как раз внедрение системы PRO в работу нашей структуры, это командная работа, это именно PRO, и вы знаете, компания, зная вот эту мою причину, очень много нас приглашали в разные-разные регионы. Мы были в Самаре, мы были в Москве, ну, я даже сейчас в Краснодаре не буду перечислять российские регионы, где мы были, да, мы были в Казахстане, мы были в Грузии, в Азербайджане, в общем, мы очень много проехали, именно вот с этой, да, с системной работой, именно системная работа. Но я хочу сказать, что вторая причина, которая стоит сейчас второй причиной – это сила сознания, это изменение мышления, я бы ее поставила на первое место. Именно за то время у нас очень много произошло изменения, да, в нашем мышлении. И именно использование силы сознания дало нам результат. Поэтому эти две причины, они вместе идут, да, невозможно говорить отдельно от них. И сегодня я буду говорить именно о второй причине, да, сила сознания. И у меня есть на это право, поскольку я действительно вышла из этого периода, когда долго сидели и сделали результат.